а здрасте а мы продолжаем играть на дарах кавказа и очередная серия у нас без перемотки времени потому что что-то делая себе придумываю вообще не знаю нужных ненужных ну да ладно просто серии друзья мы с вами убрали урожай с нашего поля и соответственно сейчас будем готовить его к посеву и соответственно ему посев на я тоже замутим на соответственно поехала мтзшка с нашим валероном одним из наших валеронов удобрять это поле первая стадия удобрения всего их три потом надо будет закультивировать это поле и для этого нам нужно купить культиватор поэтому погнали в магазин в магазине друзья мы купим вот такой вот трехметровый культиватор всего лишь за 1200 долларов требует он 90 лошадиных сил трактор но это нормально но коли друзья у нас есть деньги я хочу еще и один трактор купить лишним не будет потому что потом потом денег не станет и знаете как этот бывает будем куковать сейчас трактор мы возьмем уже помощнее мтз 1822 такой относительно новенький экземплярчик поставим ему крепление передняя навеска чтобы можно было честь подцепить на всякий случай стандартные колеса у него 180 лошадок это будет прям дохрена для нас на самом деле на данный момент это чудо нам в 40 тысяч обойдется его мы тоже покупаем и вот он появился вполне себе симпатичный тракторочек короче заводим его цепляем культиватор и отвозим культиватор на базу принципе с культиватором сейчас может покататься и другой любой наш трактор который у нас есть но все равно его нужно туда привезти в магазине продавец то кстати нас немножко обманул нихрена не трехметровый этот культиватор он тут два и три метра по моему и все ну короче валерончик он тут поехал или валерия до валеронесса как ее еще обзывали короче запустили пускай культивирует это поле там уже скоро она доудобрится и и нормально а мы же с вами тогда переносимся вот на такую замечательную лужайку правильно мне подсказали в комментариях у меня была мысль на этот счет и наверное это будет самым правильным решением раз здесь нельзя косить траву я думаю есть возможность здесь ее перепахать и засеять соответственно траву которая будет потом всегда сама расти и которую можно будет косить поэтому я предлагаю здесь распахать лужайку для этого к нашему новой мтзшки мы подцепили плуг и давайте в общем-то ее как-нибудь разметим здесь я не буду особо сильно большую ее делать но так как у нас есть животинка нам все-таки травка понадобится так или иначе и надо чтобы было много я специально сюда привез именно мощный трактор потому что здесь придется подпахать в горку по не сильно тяжело было я надеюсь вообще кстати можно здесь пахать да давайте попробуем пустить плуг да она нормально пашется соответственно сделаем здесь сейчас поле и все у нас будет охренитительно что давайте тогда первую эту самую очертим я сильно большую это сама жадничать не буду все-таки она миллион лет тогда убираться коситься будет так что не небольшую лужайку сейчас распахиваем и и все будет круто ну как то так я думаю что вот такой лужайки нам должно хватить прям по горло если ее каждый день будем косить тут будет и на сено и на силосы и на все что угодно у нас и травы и всего будет до хренища единственная думаю что валерона чтобы он аккуратно сделал пускать рано надо еще один кружочек навернуть ручками а потом уже можно будет его валерона пускай да так что давайте еще кружочек сейчас ручками ну и проедем и будем пахать как самые настоящие пахаре ну как то так я думаю этих границ валерону должно быть понятно где ему пахать а где ему не пахать только единственное что с учетом того как этот плуг расположен мне кажется правильнее ехать в обратную сторону он тогда больше захватывает при повороте направо и как то вот ему примерно отсюда стоит начинать да соответственно валерчик поехал и вроде как он нам должен будет это все дело здесь перепахать и будет у нас новое импровизированное поле которое мы засеем травкой будет это считаться за новое поле нет девочка сказала кстати что справится минут за 40 посмотрим Субтитры подогнал «Симон» 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 И силоса у нас будет до хрена. И вообще будет там много всего. А может быть это даже тюковать будем. Почему бы нет тюки. Я люблю тюки. Вообще по хорошему кормосмеситель бы надыбать. И делать моносмесь. И тогда можно будет на молочный этот план питания перевести наших коровят. Да и им вкуснее наверное моносмесь будет хавать. Хотя хрен его знает как это работает. Слушайте ну почти 10 кубов тут получилось с одной проходочки то. Классно. Мне прям это нравится. Ну-ка поехали отвезем это все дело нашим коровкам. Да кстати забыл сказать. Я же нанял специально обученных людей. Которые подчищают весь мусор. За нашими коровками. За нашими овечками. Берут за это правда деньги. Но как говорится любая же работа должна быть оплачена. Бла-бла-бла. Хотя я вижу тут он что-то намусорено. Но чистота там должна быть 100%. Такс. А ну-ка давайте ка жрите. Сено у них теперь тоже есть. Да видите чистота 100%. И она теперь всегда будет такой. Потому что здесь короче нанят специально обученный валерон. Соответственно сейчас здесь все забито. Не до отказа. Но у них есть что пожрать. Через 4 часа у нас должна быть уже новая коровка. Так что тот кто их чистит еще будет роды принимать. У коровы. Ах я ему сочувствую. У овец кстати тоже все хорошо. Замечательно. В общем-то друзья. Валероны наши сейчас будут это дело все допахивать. Потом я за кадром удобрю и засею эти все поля. Лужайку соответственно травой засею. Это поле чем-нибудь другим. А также друзья мы еще сейчас купим новое пуля. Вот это. На нем растет картофель. И хрен с ним. Я короче уберу эту картошку. Купить да. А покупка полей только в агентстве в недвижимости. Вот тебе здрасте. Агентство недвижимости еще небось работает до 6 часов да. Блин а где оно. У меня тут румын это показывал. Где оно. Я уже и забыл. Строительная компания. Это я понял. Агентство по-моему за углом должно быть здесь да. Там мойка. Улица школьная. Ни одного указателя а. Я тут круги наворачиваю. Строительная компания направо. А там еще два указателя есть. Агентство недвижимости и департамент лесного хозяйства направо. Отлично. Погнали направо. О тут где-то монетка есть. Мне кажется на фонтане да. Точнее тут дерево растет. Какой фонтан. Не зря прогулялись я вам скажу. Так ну-ка 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 ну-ка. Мясо по цене овощей. Ёшкин кот. Помогите мне развидеть эту картинку. Что у коровы торчит из ее жопы. Твою мать. Лучше бы я этого не видел. Департамент лесного хозяйства. Да. Агентство вон там напротив должно быть. Ну 2 августа зато будем в фонтане прыгать и купаться. И бить бутылки в голову кому-нибудь. Что мне подсказывает что на танке тоже должна быть монетка. Вот не знаю почему. Но вот слушайте ничего не пикает. Вот я бы на месте разрабов ее стопудово на танк запихал бы. Ну да ладно. Нас интересует конечно же агентство недвижимости. И да оно работает. Я короче опоздал. Вот уж ублюдки то а. Ладно значит покупка поля у нас намечена на утро. Ничего с этим не поделаешь. И что-то мне подсказывает что за эту номинальную стоимость 210 тысяч мы это поле ни хренашеньки не купим. В общем то ладно. В следующей серии тогда. А эта хреновина кстати довольно прикольно выглядит. Мне нравится. Фуртрихт. Свою мать. Никогда не смогу это выговаривать. Ладно друзья. На этом тогда я буду с вами прощаться. Не забывайте что как обычно нужно прям дохренище лайков под каждым видосиком. Чтобы помогать развиваться каналу. Вы же хотите чтобы видосики выходили почаще. И для этого надо чтобы канал был крутым. А он не крутой. Я опять в конце серии начинаю какую-то хер нести да. Ничего страшного так бывает. Я смогу туда забраться. Я же человек паук мать твою. Ладно. Не я так то смогу сюда залезть. Че я аж летать умею. Если вы не знали. Я аж волшебник мать его. Ну и все. Теперь я на крыше. Поняли как я умею да. В общем то друзья. Не забываем про лайки и комментарии. И опять таки всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дело и всем всего доброго. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok